Сотрудничество с уилдменеджерами Я хочу представить сразу гостей. Это Ерголи Калибеков, участник Международного финансового центра «Астана», партнер и глава представительства компании «Кларус Капитал Групп» в Казахстане. Здравствуйте, Ерголи. И Андрей Мовчан, российский финансист, главный исполнительный директор «Мовчанс Групп». Спасибо, что нашли, Андрей, время тоже для беседы с нами, участия в нашем ток-шоу. И первый вопрос хотелось бы задать Ерголи. Ерголи, насколько, на ваш взгляд, в Казахстане развита и распространена практика уилдменеджмента? Вообще индустрия уилдменеджмента в Казахстане только набирает обороты с появлением Международного финансового центра. Теперь появилась площадка с английским правом, где независимые индустрия могут получить лицензирование. И это, конечно, дает большую возможность, толчок на развитие вольдменеджмента в Казахстане. Следующий вопрос хотелось бы задать Андрею. Андрей, в вашем понимании, что такое вольдменеджмент? И он отличается ли от казахстанского варианта? Что такое вольдменеджмент в моем понимании, это сложный вопрос. Во-первых, потому что пониманий, что такое вольдменеджмент, очень много. И я не являюсь такой знаковой фигурой, чтобы придумывать еще одно. Во-вторых, потому что это понимание все время меняется в мире. Если говорить о каком-то более умном и более общем понимании на сегодня, что такое вольдменеджмент, это комплекс услуг, связанных с тем, чтобы сохранять, и в том числе сохранять с учетом инфляции, разбережения, накопленные богатыми частными лицами. Яргалец, следующий вопрос к вам. На ваш взгляд, изменился ли в последнее время портрет инвестора, существующего или потенциального, который бы работал с вольдменеджером? Ну, здесь надо начать с того, что вольдменеджмент сам по себе представляет это вопросы консультирования, значит, широкий комплекс консультационных услуг, который охватывает каждый аспект финансовой жизни клиента. Поэтому для каждого клиента, естественно, подбирается индивидуальный подход. Поэтому профиль клиента формируется, как правило, с учетом шести аспектов. Это, в первую очередь, изучение профиля клиента, какие требования по доходности, какая риск-толерантность, какие требования по ликвидности, какие цели, задачи, ограничения ставит клиент. В зависимости от этого подбирается набор услуг. Поэтому в этом плане профиль клиента, конечно, каждый из них отличается. Поэтому не существует такого единого портрета клиента. Андрей, вы как считаете, изменился ли в последнее время портрет, профиль, что ли, инвестора? Ну, вы понимаете, ведь портрет инвестора, который доверяет свои деньги в менеджер, он, вообще говоря, очень разный. Это все равно, что спросить, а изменился ли за последние годы портрет женщины. Да, но женщины, они все разные всегда. И раньше были и сейчас есть инвесторов. Мы когда-то пытались классифицировать инвесторов, сегментировать их. У нас получалось 10, 12, 15 разных типов и классов. И мы, в общем, бросали, поняв, что их намного больше. Я думаю, что портрет инвестора не поменялся, потому что инвестор – это человек. Если мы говорим о каких-то территориях и юрисдикциях, то портрет меняется так же, как меняются юрисдикции. Скажем, портрет российского инвестора поменялся очень сильно, потому что Россия очень сильно поменялась. Если там, скажем, 20 лет назад, это в основном были новые предприниматели или новые рентные капиталисты, которые заработали на приватизации и которые привыкли к тому, что в делах творится хаос и нужно действовать очень быстро и решительно, принимать решения самому. И заработок должен быть очень большим. И они того же ждали от wealth management, чтобы это было быстро, неформально, чтобы заработок был очень большим. И, собственно, они не ориентировались на порядок в делах. Им это было не нужно. Им нужно было где-нибудь, как-нибудь разместить деньги на подставных лиц, на любом счету, только главное, чтобы быстро и активно. То дальше мы проходили очень много стадий развития. Менялись те, кто отдавал деньги, появились топ-менеджеры, появились профессионалы, в какой-то момент появились чиновники и даже силовики в большом количестве. И потом они потихоньку ушли обратно, потому что нормы российские, соответствующие, стали им запрещать светиться. Теперь они как-то подпольно управляют своими деньгами. Но в основном сейчас клиент wealth manager в России – это средний предприниматель. Причем потребность у этих людей уже деньги сохранить, а не заработать 100%. Они как раз хотят очень жесткой и четкой конструкции, чтобы было понятно, как, где, чтобы был лучший брокер, лучший депозитарий, чтобы было все законно, понятно, с документами. Они хотят, чтобы горизонт был длинным, чтобы это не было много коротких сделок, чтобы это была стабильная, хорошая работа. Они ориентироваться на глобальные рынки, а не на российские, потому что российский рынок давно уже не такой интересный. И так далее. То есть, да, конечно, в России портрет меняется. И то же самое происходит и в других государствах бывшего СССР. В Казахстане прямо такой уже процесс идет. Это все свидетельство о трансформации самих государствах. Валф-менеджмент – это устройство, которое предназначено не для всех. Как минимум для тех, у кого есть валф. И даже не для всех них, а для тех, у кого есть сбережения в пассивной форме, которыми они по тем или иным причинам сами не управляют. Во-вторых, валф-менеджмент – штука достаточно опасная, потому что вы отдаете деньги, вы должны доверять людям. Вообще рынки – это вещь достаточно опасная с точки зрения вложений. Там очень большие риски. Недаром операции на этих рынках так жестко ограничены нормами и правилами. Чем-то это напоминает циркулярную пилу. Вам в обычной жизни циркулярная пила совершенно не нужна. Если вы говорите, я в этом мало что понимаю, мои служители и зрители мало что понимают, ну так и не надо, значит. Зачем вам эта циркулярная пила посреди квартиры? А если вам надо пилить, то вы должны быть очень осторожны, соблюдать технику безопасности, потому что я лично знаю огромное количество людей из этой индустрии со пиленными пальцами. Циркулярная пила – это опасная штука. Валф-менеджмент – это то же самое. Поэтому относиться к этому прежде всего нужно следующим образом. Без нужды в это не влезать, а если вы уже четко понимаете, что вам нужно, то в этом хорошо разбираться и отдавать себя отчет в том, что решение в конечном итоге принимаете все равно вы. Не какой-то менеджер, которому вы отдали деньги, а решение принято вами в тот момент, когда вы отдали ему деньги и сказали, чего вы хотите. Яргалей, хотелось бы узнать ваше мнение. Вот на ваш взгляд, с какого объема активов или капитала сотрудничество с вулк-менеджером становится оправданным, экономически целесообразным, что ли, с учетом той маржи или выгоды, которую получает вулк-менеджер или компания по управлению активами? Если мы говорим об индустрии вулк-менеджмента в Швейцарии, то в среднем чек начинается от 1 миллиона швейцарских франков. И это, пожалуй, минимальный порог хода. И в этом плане, конечно, это достаточно нишевый продукт, так как вовлечена большая инфраструктура, и все, что ниже 1 миллиона швейцарских франков не имеет экономической целесообразности. Андрей, в вашей компании вы с какого объема средств, что ли, начинаете работать с инвестором? Есть ли какой-то лимит или критерий? Ну, оправданным и полезным оно может быть с любого. Потому что если вы не умеете что-то делать, это все равно, чтобы про ту же циркулярную пилу спросить. А с какого количества досок оправданное использование циркулярной пилы? Да с любого. Если вам нужно отпилить ровно, вам нужна циркулярная пила. Другой вопрос, будут ли у вас брать заказ на одну доску, например. Будет ли вовлд-менеджмент работать с кем-то, у кого, например, 50 тысяч долларов? Скорее всего, нет. Потому что либо это плохой вовлд-менеджер, либо у него идеально разработанная система оперирования. То есть вы попадаете в машину, в которую можно засунуть 50 тысяч долларов. Тоже такая фабрика уже. Но таких фабрик я практически не знаю. Вовлд-менеджменте их очень тяжело строит. Либо здесь что-то не так. Либо у него это будет плохо работать. Потому что, конечно, вовлд-менеджер тратит время на каждого клиента индивидуально. У каждого клиента свой запрос. Вот мы, скажем, в наших операциях, мы принимаем от клиентов деньги от 100 тысяч долларов. Почему? Потому что мы делаем фонды. Это в некотором смысле фабрика. И когда к нам клиент приходит и говорит, а я хочу вот так, вот так, вот так, мы ему говорим, нет, друг, так не бывает. Вот у нас есть вот это, это и это. Вот выбирай, пожалуйста, из трех блюд. Если ты выбираешь одно, то будет так. Если ты не выбираешь ни одного, ты не наш клиент. Поэтому мы можем себе позволить брать там где-то от 100 тысяч, где-то от 250, а вообще обычно от 500 тысяч долларов на самом деле. Но если речь идет об индивидуальном управлении, об индивидуальном вовлд-менеджменте, то это речь идет всегда о миллионах долларов. И крупные игроки, успешные, они редко берут меньше десятки у клиентов. Самые крупные, самые большие игроки всерьез работают с вовлд-менеджментом от 50 миллионов. Ну и игроки поменьше, которые тоже бывают неплохими, могут работать даже от миллиона, но это редко. Яргали, Андрей, вот в последнее время ваши коллеги говорят, что становится все труднее работать с инвесторами, с клиентами, поскольку различных курсов, повышение квалификации, инструментов есть. И современный инвестор, он хорошо осведомлен в вопросах финансов, фондового рынка и так далее. Как вы думаете, Яргали, насколько сейчас сложнее работать с инвестором? Ну вообще взаимодействие с потенциальным клиентом может иметь несколько вариантов. То есть, например, у нас имеется три мандата. Это первый дисквизионный мандат, когда изучается профиль клиента, какие требования по доходности, по риску, ликвидности, какие цели ставит перед собой клиент, какие ограничения ставит. Все это изучается и это накладывается на договоры о доверительном управлении. Это так называемая инвестиционная политика, которая отражает стратегическую аллокацию активов, тактическую аллокацию активов, когда и периодичность, ребалансировка портфеля. То есть, весь формат взаимодействия накладывается на договоры о доверительном управлении. В дальнейшем инвестиционный управляющий действует в соответствии с этим мандатом, а клиент пассивно только наблюдает и не вмешивается в инвестиционный процесс. Вот второй мандат – это исполнительный и консультационный, точнее, второй мандат – это консультационный мандат, когда вот то, что вы сказали от клиента, которые хотят более быть вовлечены в самый инвестиционный процесс, они, соответственно, непосредственно участвуют в принятии инвестиционных решений. И также есть исполнительный мандат для юридических лиц, вроде семейного офиса, для которых нужна только инфраструктура, торговая платформа, идеи, аналитика, а решения принимают они сами. И, соответственно, мы только занимаемся исполнением заказов. В этом плане, конечно, для каждого клиента свой подход, но я бы сказал, что если вопрос так именно стоит, что трудно работать с клиентами, потому что они становятся разборчивыми, я бы сказал, что это немножко не соответствует вообще кодексе этики и стандартам профессионального поведения управляющих активами, потому что они, инвестиционные управляющие, имея лицензию регулятора, находятся в инвестициональном доверительном управлении, то есть доверительной роли. И поэтому, конечно, существует высокая информационная асимметрия, и такая постановка вопроса больше звучит, как нарушение кодекса этики и стандарта профессионального поведения инвестиционных управляющих. Поэтому это в коне неправильно, конечно. Понятно, спасибо. Андрей, Ваша точка зрения относительно вот этих вот вопросов, проблемы, и, может быть, это даже преимущество, как Вы прокомментируете? И, конечно, тем игрокам, которые продают плохой продукт, дорого, тем, конечно, становится сложнее, потому что клиенты становятся более разборчивыми и умнее. Хотя я должен сказать, что, к сожалению, этот процесс идет медленно. Я все еще встречаю огромное количество клиентов, которые верят в мифы 90-х годов, и которые не очень понимают, как все устроено, которые хотят получить бесплатно много и хорошо, без рисков получить высокий доход и так далее. Мне намного удобнее работать с клиентами, которые хорошо образованы и хорошо разбираются. Потому что, во-первых, ему тогда легче отличить мои продукты от шарлатанских, но он не будет мне говорить, я хочу 20% долларов без риска, а если вы мне это не можете обеспечить, тогда вы мне не нужны. Чтобы мне не пришлось объяснять очевидных истин, мне, конечно, проще иметь дело с квалифицированным клиентом. Ергали, вот как вы убедите человека с определенной суммой денег работать или сотрудничать с world-менеджером, если он говорит, допустим, у меня есть какая-то инная сумма денег, я лучше их на эти средства вложу в недвижимость и буду ренты получать постоянно или положу традиционно в банк на депозит и также буду жить на проценты и тот уровень доходности, который они дают, для меня достаточно. В смысле, насколько баланс рисков, предполагаемой доходности и постоянности, насколько он здесь соответствует? Как бы тождественным или равен, что ли, услугам world-менеджера и традиционных каких-то сервисов, инструментов, продуктов? Вообще большая часть работы независимых инвестиционных управляющих заключается вообще так называемым в образовательном процессе клиентов, то есть это изменение парадигмы вообще в управлении активами с учетом современной теории портфельного управления благосостоянием. И в этом плане, во-первых, мы работаем с клиентами, частными клиентами, которые располагают свободными, ликвидными денежными средствами, которые они могут рассмотреть как в качестве инвестиций на фонах в рынках, как подушки безопасности, и у них достаточно других средств для того, чтобы удовлетворить свои потребности в ликвидности в потрясочном периоде. В этом плане это достаточно нишевый продукт, и мы являем, мы, в отличие от банковских продуктов либо других коробочных решений, инвестиционные управляющие работают широким спектром. То есть какие цели по доходности, какие цели по риску, какую задачу ставит сам клиент. В этом плане, конечно, мы не пытаемся убедить каждого, то есть в конечном итоге каждый клиент сам принимает решение, но задача инвестиционного управляющего в определенной части это давать кривую обучение, я бы сказал. Андрей, ваша точка зрения относительно вот этого вопроса? Во-первых, дополнительные деньги не являются предметом первой необходимости. и если у клиента достаточно денег для того, чтобы положить его в банк на депозит по полпроценту годовых и держать его в банке, то его можно соблазнять, отдать в wealth management и получить больше, но нельзя убеждать. Потому что, ну, если у вас, не знаю, вы купили в магазине достаточно мяса, можно, конечно, вас соблазнять скидкой или там продажей какого-нибудь специального пикантного стейка, но, в общем, это не убеждение. Как я вас убежу? Вы скажете, ну, я уже 10 килограмм взял, у меня на месяц хватит в семье, куда мне еще? Здесь вопрос соблазнения, конечно. И, конечно, как менеджер, который отвечает за рост бизнеса своей компании, я попробую соблазнить. Я попробую говорить, что там дополнительных, скажем, даже 4% в год это за 10 лет там почти в два раза увеличение вашего капитала. И никогда не бывает достаточно. Вы можете потратить и деньги, хотите на благотворительность даже, например. Но все равно это ваши возможности. Я прекрасно понимаю, что человек может просто хотеть спать спокойно, потому что за 5% годовых ему придется все-таки наблюдать за рынком, он может расти, может падать и так далее. А тут положил, лежит, делать ничего не надо, 1% или полпроцента приносит, и человек чувствует себя хорошо. С другой стороны, бывают люди, которые по натуре игроки. Их не надо убеждать, им даже 5% моих не нужно. Они хотят вкладывать в биткоин, в акции с плечом, Теслу покупают и так далее. Они хотят зарабатывать 100% или все потерять, им не жалко. Ну и это тоже не для волкменеджера, потому что волкменеджер не может соучаствовать в игре. Это гемблинг, который они должны делать с кем-то другим. Поэтому здесь скорее вопрос не убеждения, а вопрос точного понимания, чего на самом деле клиент хочет, и можем ли мы удовлетворить его желания. Точно так же, как, ну я не знаю, если у меня рыбный ресторан, то мне бессмысленно убеждать клиента, который хочет пиво с сарделькой, что он должен поесть у меня. Нет, он должен идти в бар. А если, я не знаю, я вожу людей на троллейбусе, мне бессмысленно убеждать человека, который хочет розовый лимузин, что ему надо сесть на троллейбусе. Это вопрос в упор. Ну и последний вопрос. Яргалей, как вы думаете, что сейчас происходит на фондовом рынке? Можно ли говорить о каких-то трендах? Ну, если говорить о вообще трендах индустрии управления активами, то в целом набирают обороты так называемые экстренные ассет-менеджеры, это вот независимые инвестиционные управляющие, которые предоставляют именно персонализированные, кастомизированные услуги управления активами, налогово-юридические, регуляторные консалтинг, также услуги семейного офиса. И это является ответом на более высокие запросы клиентов в последнее время. То есть многие так называемые «high net worth individuals» либо вот именно благосостоятельные клиенты, они недовольны коробочными решениями банковских продуктов и хотят, они становятся более требовательными. В ответ на этот вызов вот именно индустрия независимо управляющих достаточно удобно растет. И это мы наблюдаем в основных финансовых хабах. Спасибо большое, Иргалей. Ну и Андрей, ваше мнение относительно происходящего сейчас на фондовом рынке трендах, ситуации, может быть какие-то прогнозы у вас есть? Пожалуйста. Ну если бы у нас когда-нибудь была возможность говорить о трендах, то мы были бы все намного богаче. Мы просто брали бы этот тренд на вооружение и зарабатываем. Нам все время приходится говорить о том, что рынки это в некотором смысле так называемый random walk, то есть случайная прогулка, прогулка пьяного. И мы никогда не понимаем, куда он пойдет дальше до конца. Хотя мы можем для себя делать некоторые выводы о вероятности. Но вот американский рынок, например, с, скажем, 17-18 года вероятность его движения вниз была больше 50%. При этом он до пандемии шел вверх достаточно уверенно, а в начале 2020 года вообще резко рванул вверх. Рынки плохо предсказуемы. Вы можете больше или меньше реагировать на ваши ожидания, но вы никогда не будете точно угадывать. Поэтому, наверное, главное, что нужно понимать людям, которые собираются инвестировать, это то, что любая стратегия, основанная на угадывании направления движения рынка, обречена на право. Если не сразу, то через некоторое время. Любая стратегия, которую вы строите для зарабатывания, должна учитывать какие-то другие факторы. Она должна быть готова зарабатывать вне зависимости от того, куда идет рынок, не в том смысле, что она всегда зарабатывает, а в том смысле, что, например, если она связана с рынком, то она должна зарабатывать пропорционально сильно больше, когда он растет, чем терять, когда он падает, например. Или как-то по-другому. Но так или иначе, вы должны понимать, что в цикле движения рынка от нуля через плюс единицу к минус единице и к нулю, вы должны заработать. Вот тогда эта стратегия работает. В противном случае, это просто трейдерское шарахание вдоль рынка. Людей, которые шарахиваются вдоль рынка очень много, они часто очень громко сообщают о своих успехах случайных. Тогда они есть, они молчат о своих неудачах. И, в общем, я никогда не увидел такого трейдера в хорошем пиджаке за большие деньги. Вот сейчас говорят, что у людей сложилось такое впечатление, ну, как бы мнение, что ли, ну, из-за того, что информация много говорится в различных там отраслевых изданиях, на телевидении, на радио. Вот эти маленькие компании, или, допустим, малоизвестные компании, они не растут на фондовом рынке, и их акции не растут, что бы они ни делали. Потому что все вкладывают там в Apple, в Microsoft и еще какие-то там знаменитые компании. На ваш взгляд, действительно ли это так? Да, это абсолютно так. Потому что, если брать в целом, общее количество денег, вовлеченных в управление активом глобально, то значительный час составляет институциональные граки. Это индаументы, пенсионные фонды, большие фонды, которые управляют там триллионами долларов, и, соответственно, у них есть четкий инвестиционный мандат. У них риск-толерантность достаточно низкая. И они вкладывают больше там голубые фишки, да, там как бы с минимальным риском, как правило, с инвестиционным инструментом. И большие компании, они более транспорентные, с меньшим риском, за ним большое количество участников рынка наблюдает. Соответственно, у них цена образования более эффективная. Ну что ж, спасибо большое, Андрей. Ергали, вам большое спасибо, что нашли время и приняли участие в нашем ток-шоу. Уважаемые телезрители, это был ток-шоу «Харжи». Мы сегодня говорили о волк-менеджерах и о тех людях, специалистах, которые занимаются управлением активами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова